Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Сегодня в этом видео речь пойдет о том, какой антигель залить, разбавить в тизеле и советы по этому поводу. В интернете есть много материалов, можно весь день рассказывать и кружиться около этой темы, но я постарался выделить из всего этого основные моменты, чтобы видео получилось коротким и интересным. В таких странах, где перепады температуры очень высокие, это обстоятельство добавляет дополнительную головную боль владельцам автомобилей с тизельным топливом. Даже бывает такое. Хозяин залил полный бак дизель летом и вдруг пришлось уехать в командировке. Вернулся домой через месяц и уже слишком низкая температура. Как быть с летним топливом, который остался в баке и уже непригодно? И какие есть рекомендации от знающих людей, если в баке залит даже зимний дизель? Для поиска ответов на такие вопросы и существует интернет. Вот что я нашел. Дизельное топливо, в отличие от бензина, делится на марки по сезону. Существует летнее, межсезонное, зимнее и актическое дизель топливо. Это объясняется тем, что при низкой температуре окружающего воздуха дизель начинает густеть. Для летней марки дизеля достаточно снижения температуры от нуля до минус пять. И дизель, в отличие от бензина, сразу начинает мутнеть. Температура по мутнению обычно указывается в каждом паспорте на дизель. И всегда спрашивайте, когда заливается дизель на другом, незнакомом топливо-заправочном станции. При малых размерах кристалли дизеля еще проходят через сетку топливного фильтра. Но при дальнейшем снижении температуры до минус семь они начинают слипаться. Наступает точка предельной фильтруемости, при которой сгустки уже не проходят через фильтр. Топливо больше не поступает и автомобиль останавливается. Это происходит примерно при минус десять градусов. Но без специальной экспертизы, какой дизель на АЗС, сказать нельзя. На практике все-таки часто встречается, что зимой на заправке продается летное топливо. Обезопасить себя можно, если знать, что добавить в дизельное топливо зимой. Конечно, все мы знаем, что есть специальная зимная солярка. Однако не все производители топлива помнят об этих нормах и требованиях. Решение такой трудности есть. Это использование специальных антизагустителей, которые называются антигель, для дизельного топлива. Основная задача такого средства состоит в повышении качества морозоустойчивости диз-топлива. То есть, простыми словами, не дать солярке превратиться в гелеобразную субстанцию. Какое лучше выбрать, учитывая все важные характеристики. Об этом мы поговорим дальше. Вот список топ-10 продаваемых антигелей. Покупают? Значит, проверим и можно доверять. Но нужно при покупке и использовании знац и обратить внимание на некоторые нюансы. Антигель для дизеля обладает следующими свойствами. Первый. Предотвращает замерзание дизельного топлива. В результате чего ледяные части не образуют пробки в системе. Второй. Некоторый антигель сохраняет свои свойства до минус 47 градусов. Дизель будет сохранять свои первоначальные качества до указанной температуры. Третий. С помощью представленной жидкости обеспечивается своевременный и бесперебойный запуск двигателя. Четвертый. Обеспечивается своевременная защита от закупоривания топливного фильтра. Пятый. Антигель дополнительно содержит в своем составе определенные вещества. Которые осуществляют смазывающие воздействия. В результате внутренние детали в течение длительного времени сохраняют свой вид и свойства. Шестой. Представленное вещество рекомендуется использовать в обязательном порядке в современных дизельных двигателях. Седьмой. В антигеле нет спирта. Поэтому он не оказывает отрицательное воздействие на поверхностные внутренних деталей. Вот еще что советуют знающие люди. Основные правила. Как использовать антигель для дизельного топлива. Первое. Добавлять до заливки самого горючего. Это необходимо для лучшего смешивания. Иначе антигель просто останется на поверхности горючего. И эффект будет очень слабый. Второе. Добавлять при положительной температуре до помутнения. В противном случае потребуется аккуратный прогрев топлива. Третье. Строго соблюдать пропорции указаний производителям инструкции по применению. Важно обращать внимание на рекомендации на упаковке. Поскольку дозировка для зимнего и летнего доз топлива различается. В летнюю обычно льют больше антигелия, чтобы сильнее снизить температуру застывания. Четвертое. Перед использованием поддержать присадку несколько часов в теплом помещении. То есть нужно прогреться ее. Пятое. Следить за тем, чтобы и присадка, и диз топлива имели положительную плюсовую температуру при разбавке. Поэтому антигелия лучше добавлять в бак после того, как автомобиль постоял пару часов в теплом помещении. В гараже. Как правильно добавлять антигел в дизельное топливо? Первое. Добавить присадку в бак в той пропорции, которую рекомендует производитель в инструкции. Второе. После введения антигелия в бак залить диз топливо. Третье. Дать смеси постоять 10-20 минут. Перемешивать ее не нужно, поскольку жидкости смешиваются самостоятельно. Объем добавления в зимний дизель и летнюю солярку отличается. В летнее диз топливо добавляется большее количество антигелия. Уточните у продавца и прочитайте на этикетке. Выбрать рекомендуется только продукцию известных производителей. Не следует делать акцент на приобретении дешевой от неизвестной фирмы, поскольку нередко такие разновидности антигелия не проходят должную проверку качества и состава. Как делать антигел своими руками? Существует альтернативный способ, который позволяет снизить температуру замерзания диз топлива без антигелий и без специальных средств. Согласно такому совету, в топливный бак добавляют небольшое количество керосина. При этом нужно придерживаться следующей дозировки. Чтоб повысить качество и сохранить свойства диз топлива, в зимнее время на каждое дополнительное 10 градусов добавляют 10% объема от бака. То есть, если бак 50 литровый, тогда добавляют 5 литров керосина. Но учтите, прибегать к такому методу стоит только в крайнем случаях. Если, например, вы застряли в лесу в безлюдном месте и другого выхода уже нет. Объяснить это можно особенностями химической формули полученного состава. Керосин негативно влияет на работу автотранспортного средства. Первое. Цитановое число солярки сокращается. Второе. Мощность мотора снижается. Третье. Усиливается дымность. Раньше в месте керосина некоторые автолюбители использовали бензин. К таким способам категорически не рекомендуется прибегать в тех случаях, когда в автомобиле установлена система Common Rail. И в последнее время практически все новые автомобили оснащаются такой современной системой. Компьютер, контролирующий работу транспортного средства, следит за параметрами топлива. В частности, показателями цитанового числа. При добавлении солярку, керосина или бензина качество топлива изменяется. Двигатель начинает троить, выпадают ошибки на приборной панели и часто даже приводит к автоматическому отключению двигателя и ошибке бортового компьютера. Вот почему не рекомендуется добавлять эти дедовские компоненты в дыжь топлива. Повторяю еще один важный совет. Заливать антигель можно лишь при плюсовой температуре. Наилучшего эффекта удается достичь тогда, когда дыжь топлива смешалась с веществом до начала помутнения. В противном случае вам потребуется прогревать топливо в гараже. Ну и в конце видео просто подписаться на канал, жмите колокольчик, комментируйте и пишите про ваш опыт. Оно поможет тем, кто читает внизу комментарии. Спасибо всем за внимание.